Более 50 человек погибли, около сотни ранены. В Сирии за минувшие сутки боевики запрещенных ИГИЛ и Джабхат Ан-Нусры несколько раз обстреляли именно мирные кварталы в провинциях Алепа, Рака и Латакия. Это не что иное, как ответ джихадистов на потери по всем фронтам. Стреляли именно в мирных. На юге страны правительственные войска при поддержке ВКС России продвигаются к столице Халифат, Раки, а на севере отряды курдов по пути к Алеппо вошли в стратегически важный город Монбич. Мой коллега Олег Сидякин изучил, как поменялись позиции на карте боевых действий. Олег, здравствуй. Ну, все же, в чью сторону чаша весов перевешивается? И не будет ли такого, что террористы пойдут обратно в отвоеванные мирные деревни? А там, насколько я знаю, они творят просто бесчинство. Да, это действительно так. Приветствую тебя. Дело в том, что сейчас на ближневосточном конфликте весомую роль начали играть курды. И они теснят боевиков ИГИЛ, но те бегут на территории, которые освободили сирийская армия при поддержке ВКС России. Но давай разберемся подробнее в позициях на карте боевых действий. Боевики ведут активное сопротивление на севере Сирии. Ожесточенные бои сейчас разгораются в провинции Алеппо. Исламисты постоянно получают подкрепление с турецкой стороны. Общая численность группировки в северной провинции сейчас насчитывает почти 10 тысяч террористов. Но этой ночью боевики были вынуждены бежать с позиции в Мамбидже. Отряды курдского ополчения перешли в наступление. Но на правый берег реки Ефрата переброшено было около 5 тысяч курдских военных. Атаку начали сразу с трех направлений. От взорванного моста Караказак, от дамбы Тишерин, которая также известна как Октябрьская, а также со стороны высот Аль-Хаммам. Это на юго-востоке уже провинция. В результате город практически взяли в кольцо. Все трассы, ведущие к нему, сейчас перекрыты. На этих эксклюзивных кадрах бои на подступах к Мамбиджу. После пересечения Ефрата отряды курдского ополчения освободили от террористов порядка 30 деревень с восточной стороны от города. В итоге курды отрезали снабжение боевикам в Мамбидже из Ракки. Мы пришли сюда освободить эти территории, избавить местных жителей от террористов ИГИЛ. Наши отряды уже зашли в кварталы на окраинах Мамбиджа. Как только мы освободим этот город, мы пойдем на Ракку и на остальные города, где окопались ИГИЛ. Мы обещаем всем сирийцам избавить их от этого чудовищного гнета. Жизнь была просто невыносимой, когда здесь были террористы. Они выгоняли нас из своих домов, отбирали все, что есть, а потом резали как собак. Причем сами все приехали из других стран. Слава Аллаху и благодаря вам мы увидели свободу. Теперь мы можем нормально жить и работать. Вот так местные жители благодарят бойцов ополчения после освобождения. На всех, кто так хорошо относится к курдам, боевики объявляют охоту. Этой ночью ИГИЛовцы отбили у демократических сил три села и устроили там резню. Казнили 47 местных жителей. Информаторы сообщили боевикам, что именно эти местные вышли приветствовать курдов за день до этого. В Манбидже под страхом смерти на верность запрещенной ИГИЛ присягнули полторы сотни мужчин и юношей. Новобранцам раздали разгрузки с боеприпасами, автоматы и пулеметы. И направили на передовую для отпора курдам. Эти кадры распространяет информагентство террористов ААМАК. Отсюда, из города Манбидж, с территории халифата, обращаемся к безбожникам-курдам, крестоносцам-западникам и отступникам. Говорим вам, не будет вашей ноги в Манбидже. Не войдете вы в город, кроме как через наши трупы. Здесь есть мужчины, которые присягнули на смерть, присягнули на верность Аллаху, халифу исламского государства. Дали слово пожертвовать душами во имя ислама. В наступлении курдов активно поддерживает проамериканская коалиция. Их самолеты совершили за последние сутки 150 вылетов. Сообщают о десятках погибших боевиков. Но джихадисты нашли средства защиты от ударов с воздуха. Используют особую полевую форму. Для этого нужно простое стекло, клей ПВА. Стекло перемалывают в пудру, мешают с клеем. Потом этой массой смазывают камуфляж. И уже в результате он отражает тепловые лучи, которые посылают приборы на ведение самолетов. По данным сирийской военной разведки, боевики запрещенных ИГИЛ и Джабхатан-Нусры за день до наступления курдов на Манбидж отвели свои основные силы от города. Карваны отходили по двум направлениям. На запад, в Эльбаб, что на полпути Калепа. И на север, в городок Джараблус, на сирийско-турецкой границе. Мой коллега Артур Кибеков в Сирии сообщает, что пока курды приостановили натиск на Манбидж. Артур, приветствую тебя. Почему остановилась осада и на что похожа тактика курдов и проамериканской коалиции? Они уничтожают боевиков или просто вытесняют их метр за метром? Артур, как слышишь, есть ли связь? Артур, слышишь ли ты нас? Связь, видимо, прервалась, к сожалению, но мы еще успеем выйти с ним напрямую. Но сейчас вот мне сообщают, что пытаются наладить связь с Сирией. Там просто сейчас все очень шатко с телефонной связью. Но вот мне сказали, что удалось все-таки выйти на связь с Артуром. Артур, как слышишь меня? Нет, связи нет. Продолжим. Военный комитет курдов распространил заявление, в котором попросил жителей Манбиджа держаться подальше от позиций террористов. Не брать оружие в руки, когда отряды курдского ополчения войдут в город. После освобождения Манбиджа курды планируют продвинуть и продолжить продвижение на Запад. И следующим целям это Дабек и Арраи. Таким образом, они хотят создать свою федерацию Рожава, соединить территории между Тигром и Ефратом, которые называют Джазирой и Кабани, землями от правого берега Ефрата, включая город Эфрин. По сути, весь север Сирии вдоль турецкой границы.